ЖД вокзал Омск-Пассажирский – важнейшая станция западно-сибирской железной дороги. Он расположен в 2700 километрах от Москвы. Омская ЖД-станция – это трехэтажное просторное здание, имеется центральный портал и боковые колонны, окрашенная в голубой цвет. В отделке использовались витражи, мрамор, роспись, лепнина, башенные шпили, фигурная балюстрада. В постройке прослеживаются черты разных архитектурных стилей – классического русского, модерна и элементов европейского зодчества. Интересно. Путешественникам рекомендуется сфотографироваться на фоне паровоза памятника Р-798-19, выпущен в 1953 году, с прикрепленным к нему вагончиком. Год его выпуска – 1938. Он находится на перроне и был открыт в честь 170-летия железных дорог России. Интересный факт из жизни этого вагона – его хотели использовать для демонстрации музейной экспозиции, но задумка не была воплощена в жизнь. В состав ЖД вокзала Омск входят станции «Омск-пассажирский» и «Омск-пригородный». С последней отправляются в путь пригородные поезда и электрички, они движутся к Исселькулю, запад, станция Мертышская, юг, Татарская, восток, и Называевская, север. Обратите внимание. Расписание для обоих ЖД вокзалов Омска составлено таким образом, чтобы движение пригородных и поездов дальнего следования не мешало друг другу. ЖД вокзал «Омск-пассажирский» работает в круглосуточном режиме и находится в 5 километрах от центра Омска, Ленинский административный район. Адрес – город Омск, улица Леконта, 1, 8, 38, 12, 44, 21, 01, 44, 38, 85, справочная, 8, 38, 12, 44, 21, 59, начальник станции ЖД вокзал Омск, 8, 38, 12, 41, 87, 80, администратор сервис центра Омского вокзала. ЖД вокзал Омск имеет свой официальный сайт http www.rzd.ru Касая черта там представлена исчерпывающая информация о вокзале, предоставляется возможность заказать, забронировать билет, выбрать свободное место в плацкарте, вагоне купе. Курский вокзал, Павелецкий вокзал, как быстрее добраться к кассе ЖД вокзала Омск, номер 3, с 8 часов до 7 часов 45 минут, перерывы в работе, с 7 часов 45 минут до 8 утра, с 12 часов 30 минут до 13 часов 30 минут, с 19 часов 45 минут до 8 часов вечера, с 1 часа 30 минут до 2 часов 30 минут, номер 4, с 8 часов 30 минут до 8 часов 15 минут, перерывы, с 8 часов 15 минут до 8 часов 30 минут, с 13 часов 30 минут до 14 часов 30 минут, с 20 часов 15 минут до 20 часов 30 минут, с 2 часов 30 минут до 3 часа 30 минут, номер 5, с 10 часов до 21 часа 45 минут, Касса закрывается на перерыв с 15 часов 30 минут до 16 часов 30 минут. Номер 7, с 9 часов 30 минут до 21 час 15 минут. Перерыв с 14 часов 30 минут до 15 часов 30 минут. Номер 8, с 7 часов до 18 часов 45 минут. Перерыв с 11 утра до полудня. Номер 9, с 10 часов до 21 час 45 минут. Перерыв с 15 часов до 16 часов. Номер 10, с 8 часов до 16 часов 45 минут. Обед с полудня до 13 часов. Номер 11, с 9 часов до 20 часов 45 минут. Касса не работает с 14 часов до 15 часов. Номер 12, с 8 часов до 19 часов 45 минут. Обед с 13 часов до 14 часов. Номер 13, с 7 часов 30 минут до 7 часов 15 минут. Касса ЖД вокзала Омск не работает в следующих временных промежутках. С 7 часов 15 минут до 7 часов 30 минут. С 11 часов 30 минут до 12 часов 30 минут. С 19 часов 15 минут до 19 часов 30 минут. С 3 часов 30 минут до 4 часа 30 минут. Номер 14, круглосуточно. Перерыв в работе терминала регистрации, с 6 часов 30 минут до 6 часов 50 минут. А каждый вторник с 6 часов 30 минут до 7 утра. Номер 15, круглосуточно. Терминал самообслуживания не работает с 6 часов 30 минут до 6 часов 50 минут. А по вторникам, с полседьмого до 7 утра. В кассах ЖД вокзала Омска удастся обзавестись билетами на разные направления. Оплата производится картой или наличными. Здесь же желающие покупают билеты онлайн. ЖД вокзал Сургут ЖД вокзал в Омске работает в четвертых направлениях – Барнаульском, Челябинском, Новосибирском, Тюменском. На поездах дальнего следования пассажиры добираются до Нового Уренгоя, Анапы, Красноярска, Москвы, Пензы, Барнаула, Туапсе, Волгограда, Санкт-Петербурга, Кисловодска, Хабаровска и других городов. А на поездах пригородного сообщения – до Московки, Лузина, Иртышской, Любинской и других ближайших станций. Расписание поездов по станции Омск включает 133 рейса дальнего следования, из них 8 отправляются каждый день, и 42 рейса пригородных поездов и электричек. 127 из них – проходящие поезда, а для 48 из них ЖД вокзал Омск – начальная и конечная точка путешествия. Поезда делают стоянки на ЖД вокзале Омск минимум 16 минут, маршрут Абакан – Москва-Ярославская, а максимум – на 7 часов 8 минут, направление Барнаул – Нижневартовск-1. Особым графиком отличаются поезда Томск-2, Анапа, 1334 Н, Адлер, Новосибирск-Главный, 140 Н, Ульяновск-Центральный, Новосибирск-Главный, 347 Ж, Новый Уренгой, Новосибирск-Главный, 125 Е. Фирменные поезда – Обь, Новосибирск, Омск, Новый Уренгой, Иртыш, Омск, Москва, Омск, Новосибирск, Омич, Омск, Нижневартовск, Дружба, Омск, Караганда. Обратите внимание, мимо ЖД вокзала Омск идут поезда, следующие до Пекина, Китай, Улан-Батора, Монголия, Минска и Бреста, Беларусь. Вошедшие на вокзал Омск через центральный вход попадают в Большое ФАЕ, там удастся ознакомиться с расписанием поездов и, следуя указателям, направиться к нужной части здания. Помимо трехэтажного здания, вокзал оснащен шестью путями, тремя платформами, а на привокзальной площади красуются газоны и зеленые насаждения, а также находится пешеходный мост, он соединяет ее, промышленные предприятия и прилегающий к площади жилой массив. Обратите внимание, веб-камеры на Омском вокзале позволяют совершить виртуальное путешествие по Омской ЖД-станции. Ссылка для просмотра. HTTPS.ru.webcam.es.travel. Косая черта. Webcam. Косая черта. 1297965290. Дефис. Погода. Омский ЖД. Вокзал. Привокзальный. На ЖД-вокзале Омска для пассажиров предусмотрены комфортные залы ожидания, одновременно вмещающие более 1500 человек. Гостиница. Предусмотрено проживание в номерах от «эконом» до «класса», «люкс», громкая связь для оповещений и объявления прибытия, отправления поездов, информационное табло, эскалаторы, билетные кассы, торговые объекты, камера хранения, платежные терминалы для приобретения билетов по банковским картам, стойка заказа такси. Кафе «Крошка-картошка», дежурная часть 8 38 12 44 34 43, медпункт, работающий круглосуточно, телефон 8 38 12 44 22,67 44 33 11. Бесплатный Wi-Fi, парикмахерская, отделение связи, игровые для детей, розетки для подзарядки гаджетов. Пассажирам оказываются офисные услуги, есть ксерокс, информационно-справочные, услуги носильщиков и сопровождение лиц с ограниченными возможностями в вагон. Обратите внимание, при необходимости сотрудники комплекса выдадут справку о ранее приобретенном или утерянном билете. Для этого нужно обратиться в кассы ЖД вокзала Омск. Автомобилисты оставляют свои машины на новой парковке площадью 4200 квадратных метров. Ее построили за памятником Ленину, из старой автостоянки, расположенной ближе к зданию вокзала Омск. Услуги паркинга – бесплатные. До Омской ЖД-станции удастся добраться на такси «Автолайн» 8 38 12 27 27 27 27 3 8 38 12 77 76 66 «Экспресс» 8 38 12 32 44 44. Многие добираются до вокзала Омска общественным транспортом. На маршрутном такси номер 303 4 215 5 3 3 0 3 0 7 3 0 8 3 3 5 3 1 8 3 9 5 7 7 7 3 7 4 3 3 9. Троллейбусах номер 12 3 7 4. Трамваях номер 9 2 8 4. Неподалеку от ЖД вокзала Омска находится следующая гостиница. Гостиница «Миллениум». Ехать 4 минуты. Айти – 7 минут, от 450 рублей, сутки. Почасовой тариф от 275 рублей, час – железнодорожная гостиница, 7 минут езды, от 1800 рублей, сутки. Хостел «Достоевский путь на машины» займет 8 минут, 450 рублей, сутки за человека в шестиместной общей комнате и 1200 рублей, сутки за человека в вторых местном семейном номере, отель «Павлов». Ехать 8 минут, от 1544 рублей, сутки. В цену входит завтрак, гостиница, грезы, 8 минут езды, цены. Стандартный номер с одной или двумя кроватями – 700 рублей, 2 часа, каждый последующий час обойдется в 200 рублей, 1300 рублей, день – 2000 рублей, 24 часа. Полулюкас – 1000 рублей, 2 часа, плюс 300 рублей, каждый последующий час – 2100 рублей, 12 часов – 3000 рублей, сутки. Виайпи – 1400 рублей, 2 часа, каждый последующий час обойдется в 400 рублей, 3000 рублей, 12 день – 4000 рублей, 24 часа. Что касается гостиницы, действующей при ЖД вокзале Омск, к услугам ее гостей – бесплатный чай, кофе, доступ к интернету и номера разных категорий. Всего – 18. Стандартные 2-3Х местные номера, 9 и 3 номера, оснащены кроватями по числу мест, санузлом, столом, телевизором, холодильником, номера для гостей с детьми, 2-х местный номер, 1, а 5 местных номеров, 2, особенность – санузел для номеров общий, полулюкас, 1 номер, 2-х комнатный номер оснащен санузлом, кондиционером, душем, двуспальной кроватью, ТВ, тумбочками, люкс, 2 номера. Вторых – в комнатном номере есть телевизор, тумбочки, двуспальная кровать, душ, санузел, кондиционер. Обратите внимание, к оплате принимаются только наличные. А забронировать номера, узнать цены и связаться с администратором гостиницы удастся по телефону 8 38 12 44 23 47. Дожидаясь отправления поезда, следует посетить музей омских железнодорожников. Пешком идти всего одну минуту от ЖД вокзала Омск, посетителям показываются краеведческие материалы, исторические шпалы, стол начальника станции, старинные телефоны, интерьеры старинных поездов, одежда железнодорожников. Карта Омска 1926 года ИПР. Прогуляться по парку 30-летия Победы, 14 минут езды от ЖД вокзала Омск, тут есть скамейки, пруд, памятники, ликвидаторам Чернобыльской аварии, мать-сибирячка, солдат-победитель, ИПР. Вечный огонь, аллея дружбы народов, и, кроме того, парк, место проведения фестиваля, щит Сибири, пройтись по Иртышской набережной, 33 минуты ходьбы, 7 минут езды от ЖД вокзала Омск, она протянулась вдоль реки Иртыш и является одним из популярных мест для фотосессий, велосипедных прогулок, пробежек и активного отдыха. Здесь находится комплекс уличных тренажеров с турниками, перекладинами и приспособлениями для силовых занятий, отдохнуть у фонтана на улице Гагарина, 32-11 минут езды от ЖД вокзала Омск, фонтан представляет собой многоярусную вазу, которую окружает декоративный бассейн из красного мрамора, осмотреть Успенский собор, ехать, 13 минут от ЖД вокзала Омск, является пяти главным сооружением. В основании его куполов, имеют шлемовидную форму, цилиндрические башни с арочными окнами. Внутри находятся главные и средние залы, украшением которых являются росписи теплых тонов, многоярусные карнизы и декоративные ниши. Главная святыня собора, мощи архиепископа Сильвестра, приобрести необходимые товары в ТЦ, Авангард, 3 минуты ходьбы, Литур-центре, 10 минут езды от ЖД вокзала Омск, торговом комплексе Носерова, пешком идти 8 минут, провести досугу, в культурном центре, Атриум кино, путь на авто займет 11 минут от ЖД вокзала Омск, здесь удастся посмотреть понравившийся фильм, перекусить, кино-бар, сабуэй, супер-бургер, блины как дома, биг-сити пицца, трактир, елки-палки, суши-бары, правда, и, сенсей, кафе, саванна, проверить свою меткость в тире, территория, поиграть в боулинг или бильярд. Для детей предусмотрен развлекательный центр, сафари-ленд, и игровой центр, инджой, увидеть тарские ворота, на машины до них ехать 23 минуты, находясь в Омске, непростительно не посетить один из символов города. Раньше ворота были центральным входом в Омскую крепость с северной стороны. А сегодня с ними связана любопытная примета, тот, кто пройдет через створ ворот и загадает желание, может рассчитывать на его исполнение. Кроме того, в одной из ниш в своде удастся обнаружить две. Она ведет к внутренней лестнице, поднявшейся по которой, гости попадут в маленькую музейную комнату. Рядом с воротами, сквер, хорошее место для прогулки. Те, кто окажутся в Омске в дни городских праздников, побывают в центре веселья, разворачивающегося на территории от Соборной площади до Тарских ворот. Не стоит зря терять свободное время, лучше его посвятить омским достопримечательностям. Сегодня ЖД вокзал Омск – это станция, соответствующая всем европейским нормам и стандартам. Пассажирам здесь можно воспользоваться не только более чем ста видами услуг, но и посетить множество достопримечательностей.